Ну что, дорогие друзья, всем привет! Я выполнил свое наказание, я проиграл паттл, и наказание было перекрасить волосы. У нас уже была подобная тема давно, давно еще, наверное, год назад с Ауромом, да, примерно год назад, но мы перекрашивались с ним баллончиком, краска которая смывалась на следующий день, даже после первой мойки головы. Странно прозвучало мойки головы. Короче, не буду тянуть кота, хотя надо его было потянуть. Я перекрасил волосы, но скажу сразу, это не революция, это не вспышка, я же не дурак красить волосы, а потом ходить как дебил там с какими-то разноцветными волосами. Я покрасил в более-менее адекватный, но разница есть. Я специально поставил фотографию сейчас, чтобы вы увидели разницу, потому что разница есть. Вот такой вот я был, и вот такой вот я стал. Это настоящая краска, это такое осветление, и из-за того, что у меня реально темные волосы были, краска не взяла так сильно ярко меня, еще раз, такой вот я был, видите какой, и такой вот я стал. Ну, пидан такой же редкостный. Теперь ты иди сюда, дед пердед. Я чуть пожестче, чем ты, пожалуй, буду. Смотрите-ка, вот это вот я. Что вы сейчас видите? Ну, поближе. Да, вот такая вот... Не, вот так повернись, вот так вот видно вообще четко. Видите, да? Такое ощущение, как будто он на стройке прошел, у него там цемент, пыль падала. Ну да, просто штукатурка. Его цвет называется пепельный, у меня... Да у тебя тоже пепельный цвет. Ну, короче, два таких гомика теперь, да? Такие... Фу, еда, пыль. Ребята, короче, я это сделал лишь потому, что я проиграл спор и сдержал слово. Опять же, вот оно быстро привыкаешь, и такое ощущение, что разницы реально нету. Ну, не сильно, да? Не сильно белый, как у Ромы. Но опять же, посмотрите на фото, и посмотрите, какой я стал. Разница просто колоссальная, ты шо, ты белый-белый стал. Ну, реально, я тупо, ну, мимо зеркала прохожу. Что за гламурный гомосек? Просто шпот. Фу! Ну, знаешь, мне вот это в Донецк вернуться, там, ну, это практически деревня. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, за то, что сдержали слово. Да? На влоговом канале сейчас вышел влог, наверное, как мы перекрашиваемся. Через пару дней выйдет еще влог с наказанием у Ромы. Рома должен будет перекрасить брови. В этом салоне даже охренели от того, что мы вообще у них попросили перекрасить брови. У них даже не было специальной... Да, краски не было. Краски не было для бровей, поэтому заказали краску. Ждите, Рома перекрасит брови. Это вообще будет пиздец. Но наказание есть наказание. Ну, что ж, друзья, погнали поиграем с такими вот волосами. Рекламная пауза. И поехали. Не, ну, посмотрите мои предыдущие видосы. Ну, разница есть. Есть разница. Опять же, смотрите, можно было бы, конечно, да, чтобы прям супер ржака была. Это сделать там зеленый, фиолетовый, там, я не знаю, голубой цвет. Ну, реально ржака. Ну, ребят, пожалейте меня. Мне же еще ходить в магазин. Мне же еще ездить к родственникам домой. Ну, блин, мне постоянно будут бить хлебало. Зачем мне? Хотя я не знаю, я многих людей, ну, с многими знаком, у которых реально, ну, разные цветы волос. Ну, может, просто живут в таких местах, где менталитет совершенно другой. Я просто, я просто вырос там, где, ну, блин, такое не особо признают. И реально, блин, ну. Такие тушь слабые, ты понимаешь? Это чревато будет последствиями, причем не очень приятными. Вот, потому что, ну, я сам никогда не понимал смысл парню красить волосы. Ну, сейчас как бы у нас уже все это, типа, ну. В смысле? Ты раньше красил? Все к этому сейчас относятся по-разному, но я сделал такую середину. Я чуть-чуть осветлил. И, кстати, мне даже некоторые писали, тебе так прикольно даже. Типа прикольно стало. Мне то же самое. Мне надо привыкнуть. Лично я пока не могу сказать, что мне нравится. Ну, в целом, я бы не сказал, что это ужасно прям. Ну, это не ужасно. Ну, и мне они, ну, как-то вот, блядь, как-то не по себе. Ну, в целом, блин, да лойки, стереотипы, как вообще, блин. Так в смысле? Смотри, ты же сам сегодня рассказывал, что уже делал, как бы, перекраску волос себе. А, я в детстве еще давным-давно милировался. Это было далеко в 2006-2007 году. А как ты так вообще решил, типа, дало... А у нас тогда такая, блин, фича была, реально. Вот я тебе отвечаю. Вот мода пошла такая прокалывать ухо левое. Понял? Ну, мне так родители не разрешили, слава богу. Ну, реально у нас все были с проколотыми ушами слева. Слева. Потом мода пошла отращивать волосы. Вот такие вот они были, ну, длинные. Вот мода назад. У меня вообще, я вот так вот мог, у меня волос доставал до рта. Ну, чего я не видел такие фотки? Если вам интересно, я могу эти фотки найти. Господи, я могу прям сейчас показать. Да, я постою, я могу прям сейчас тебе показать фотографию. Да, я могу и сам, в принципе. Да, давай, ты поиграй, я сейчас покажу фотографию. Да, я тебе показывал, господи. Нет, длинные волосами я тебе никогда не вижу. Ну, блин, они у меня не настолько длинные, чтобы ты там офигел. Но у меня волос сзади доставал, вот реально. Сейчас покажу, я фоточку на стриме прям покажу. Ты пока играй, да, играй. Сейчас. Блин, а кто же мне? Мне отец скидывал старые фотографии. Вообще, если вам было бы интересно, я записал бы вам видос отдельно, архив со влогами, какой я был в детстве. Вообще, все такое разное, интересное может быть. Вот, да, я милировался. И потом пошла мода на милирование тоже. У нас много кто милировался, блин. Ну, я по конченному помилировался. Ну, вот что, не длинный волос. А, не, не длинный. Не, это не длинный. А, идите посмотреть на меня треща. Смотрите, это я в Турции. Блин, ну сейчас я себе найду. Ну, вряд ли я найду. У меня были очень длинные волосы. Это надо искать реально. А, вот, смотри. Это еще до того, как стал мажором. Да, я такого треща уже видел, в принципе. Так, доширак ем, видишь? Ага. Я чекал там у Лены как раз таки в Инстаграм. А, вот с Даней. Данил только родился. Короче, если вам было бы интересно посмотреть там историю мою, там, какое я был в детстве, какое я там... Ну, у меня есть старые записи, вот. Старые записи, видеозаписи с моего детства. Я бы мог с этого намонтировать влог. Если вам было бы интересно, ребят, то в описании будет ссылочка на влоговый канал. Перейдите, подпишитесь. Если много народу реально подпишется, я, значит, пойму, что люди ждут такой видос в мое детство. И моя история, какой я был, как я... Ну, вообще, все про меня. Рассказать побольше. Да, конечно, я много историй рассказывал на стримах. Мои олды про меня много что знают. Кто-то стримы не смотрит. Но, посмотреть реально видос с фотографиями... Не самому, блин, интересно посмотреть, потому что прошло дофига, дофига. Слушай, нужно побольше ностальгии, мне кажется. Потому что, например, ты недавно смотрел рекламу, ну, как тебе первый раз рекламили. Это было прикольно, на самом деле. О, это, кстати, видос выйдет завтра уже. Я запишу про всех, про всех, кто меня рекламировал. Это прям будет такой видосик чисто. Вот. А сейчас я, блядь, перегрозил волосы. Жесть. Ну, опять же, ну, блин. Ну, это не так уж и зашкварно. Ну, привыкнуть, привыкнуть можно, типа. Ну, да. Но есть людям, которые реально, не задумываешься, что они красят волосы там и как-то нормально. Он Джарахов, господи. Загуглите, ребята, Джарахов волосы. Вы офигеете, сколько раз он перекрашивал. И белый, и налысо, и розовый, и какой. И вообще как-то не замечаешь, когда он перекрашивает волосы. Он как-то привык к его образу и, типа, вообще, ну, пофиг. А мне вот как-то, как-то, вот, блядь, типа, перекрасить волосы, лол. Может... А может она сдохнет? Нет. Твоя очередь. Давай. Потом, вот этот, Мурандейс канал, Макс ТО 500. У него постоянно тоже то белые, то еще какие-то, то... Белые у него в основном, я не помню других. Да постоянно. Ну, у него разные. Ему идет, ему, ну, как-то смотришь, стильно смотрится. А я силюк, я, блядь, перекрашиваю волосы, смотрюсь по-пидорастически уж. Ну, это же только тебе так кажется, что... Или это мне так кажется, я не знаю, но... Ну, реально, блядь, я смотри сейчас на себя, ну, я такой, блядь, гламурный. Ну, блядь. Славчик прям, слушай, как будто по-моему делу, а? Ой, блядь, мне непривычно вот такие модные там стилюшечки. Ну, надо сказать, пишите в комментариях, как вам. Давайте я вам покажу без наушников. Мне сделали специально вот здесь переход такой вот плавный, чунь, на белый. Вот такой. Мне сначала осветляли волосы, потому что краска не брала, ну, то есть она не делалась сразу белыми. Потом красили, и вот, ну, короче, чисто-чисто белый не получился. Но я и цвет выбирал не сильно яркий, чтобы не ходить потом, как, ну, как Рома. Рома, иди сюда. Я сейчас покажу, как Рома покрасился. Рома говорит, ээ, стой, стой, не заходи в кадр. Рома говорит, вы, вы, серьезно, это наказание? Это вас наказали? Поближе в камеру, чтобы четко было видно. Вот, Рома наказан, посмотрите, контраст, его белый и мой белый. Он сам так выбрал, кто ему видал? У меня такой, какой у меня цвет? У тебя? Ну, такой он даже, и не знаю. Но он пепельный. Да, 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 что-то такое. У тебя чисто белый. Но, ребята, у него, мне не нравится цвет. У него иногда такой цвет, как будто на снег нассали. А у него, как будто на снег насрады. Да ладно, не обижайся, все нормально. Волосы отрастут, шутки останутся. Роми еще, Роми еще брови красить, бля, я не люблю. Ей, мать. Кот уезжает через два дня. Не, через четыре, пять. А, ну да, где-то так. Кот уже уезжает и вернется где-то уже весной. И предлагает, пока вернется, замутить батл на покраску волос, только уже по жесткому. Реально, выбрать самый яркий, самый эксклюзивный цвет. Там фиолетовый, ярко-зеленый. Там прям, ну такой, прям кислотный-кислотный. Да, чтобы, ну реально, чтобы... Что-то из фиолетового. Такое необычное. Я пока, что фиолетовый какой-то, знаешь. Вот, в принципе, я пока не готов. Но от этого времени... Да ведь ты уже знаешь, такой, наберешься храбрый. Не, сейчас хотя бы зима, можно в шапки ходить. А вот весной это... Офигенно будет просто. Ну не знаю, может быть, Рома с ним согласится. Короче, ну, ждите себя по приколу проорать. Нет, чисто... А, мы еще, знаете, что хотели? У Ромы волосы длинные. Мы хотели ему так на резиночку сделать хвостик. И выбрить все вокруг. И оставить островок такой, блядь. Я не знаю, зачем мы это все делаем. Почему у нас такие конченные идеи. Слушай, просмотры мы не забираем. Просмотры не набираем, нифига. 50 тысяч просмотров перекраска Ромы набрала. То есть, это не для хайпа делалось. Ну, настолько нам по фану. Ну, чисто, знаете, это... Это, блядь, ну... Главное, чтобы не перегнуть палочку, а то... Не, кот-то уже пробовал вот эту тему. Да, вот какую тему тут пробовал? А масячью. Ничего такого не было. Потому что Сарти живу, это совсем другая история. Это вы там решите сами. Мне главное, чтобы вы меня не втянули. Короче, братцы. Волосы перекрашены. Я свое слово сдержал. Хотя я коту предлагал. Давай ролик не выложим. Давай перезапишем. Но я не хочу... Кстати, тебе реально не видно, что ты перекрасился. В смысле? У меня еще лучше, что просто я так далеко сижу. Ты посмотри. Не, ну если вот так вот он опустит голову, то реально, ну реально такое ощущение, вот опусти. Вот реально, как будто, знаете, там дрель сверлят, а он так стоит и на него все падает. Вот это глина, блядь. Наоборот, красавчик какой стал. Ты шуешь просто вот сам сверху. Его когда... Вот посмотрите влог, ссылка в описании, как его перекрашивали. Его когда перекрашивали, он был прям, ну, белый-белый-желтый. Потом, блядь, когда накрасили, он стал какой-то в обратный цвет, только такой. Короче. Ну, потемнее, да, стал. Короче. Ужас-то какой, ужас-то какой. Но, зато слово сдержал. Да. Все, ребят, больше баттлов с такими наказами не будет. Кот уезжает, хватит. Вот он приехал, и вот этот... Давай завтра последний баттл какой-нибудь. Кстати, да, мы с ним последний баттл один запишем. Да, последний, так просто. Но без наказаний. Не, хотя нет, с наказаниями, но не с такими, что там татуировку набить, там красить. Ну, может, придумаем, что-то... Ну, что-то придумаем. Что-то связано будет с влоговым каналом. Может, пранкануть там кого-то или что-то такое. Типа, подойти там, я не знаю, там что-то... Не знаю, врубить попрошайку, там, кто больше попросит денег. Это мне будет очень изи. Так что... Ну, типа такое, что-то по рофлу. Да, да, да. Но это будет последний баттл. Все, кот улепетывает нахер свой Донецкий. И мы возвращаемся к нормальным баттлам. Просто там, я не знаю, присесть, поставить дизлайк. Ну, такие. Присесть на бутылку, ну, да, такие, обычные. Вот. Кот, кстати, говорил, что... Холодик, я тебя буду всегда поддерживать. В какой бы ты ситуации ни был. Вот даже если ты сядешь на бутылку, я с нее выпью потом. Заканчивай. Все, давай заканчивай. Переканчивай. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok